1 октября в Беларуси отметят День пожилых людей. Это добрый и светлый день, когда особенно приятно окружать вниманием родителей, бабушек и дедушек. В настоящее время в Солигорском районе проживают почти 35 тысяч человек, перешагнувших возрастной рубеж в 60 лет и 6 месяцев для мужчин и 55 лет и 6 месяцев для женщин. Получателей пенсии, по данным Управления по труду, занятости и социальной защите, 43 тысячи человек. В том числе около 8 тысяч получают пенсии и пособия на льготных основаниях. Задача наша как государственного органа – это обеспечить своевременное и правильное назначение пенсии и в последующем обеспечить также своевременную выплату пенсии. Вот это основная задача перед нами как государственным органом. Кроме того, мы в лице Управления обязаны разъяснять и гарантировать людям соблюдение всех льгот, которые предусмотрены государством, своевременное их предоставление. То есть мы, как государственный орган, стоим на защите прав и интересов вот этой категории населения. Государством предусмотрен ряд льгот и дополнительных гарантий в сфере и пенсионного обеспечения, и в сфере предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, проезда. То есть в стране создана целая система дополнительных мер по социальной защите вот этой категории населения. С момента выхода на пенсию жизнь человека кардинально меняется. Завершается трудовая деятельность, появляется больше свободного времени. Забота о пожилых людях – то, о чем нельзя забывать. Поддержать, помочь обустроить быт, оказать реальную помощь – важнейшие задачи. В этом направлении активно работают специалисты Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения. Сегодня на обслуживании здесь состоит более 1400 человек. Наивысшая оценка работы – благодарное, уважительное отношение подопечных к социальным работникам, а главное – доверие. Очень много добрых людей. И вот в данный момент и социобеспечения Алла Александровна, даже в данный момент, вчера, я и не просила, что помочь что-то сделать. Она сама говорит, давайте я вам помогу. И вы знаете, что приятно это. Приносят все в дом. Что скажешь, принесут. Обеспечивает вот картошечкой осенью. У меня получается, что как привезусь на всю зиму, мне почти достаточно. Еще что-то. По крайней мере, я живу. У квартиры я себе немножко помогаю. А так живу я за счет вот этих людей. Для поздравления с Днем пожилого человека мы выбрали бывшую учительницу, которая состоит у нас на обслуживании. Она одинока. Поздравить ее пришла наша сотрудница, которая училась у этого человека. Хочется поздравить всех пожилых людей с международным праздником. Хочется пожелать, чтобы их не забывали родные, близкие. Крепкого здоровья, благополучия, благополучия их семьям, родственникам. Ну и также сказать, чтобы прожитые годы пожилые люди вспоминали с улыбкой и теплом.